если у нас есть проблема висцеральной системы какого-то конкретного органа то у нас мышцы связанные с этим органом будут слабые то есть будут показывать функциональный гипотонус и например возьмем желчный пузырь его ассоциированная мышца мы с вами разберем какие мышцы кому ассоциированы вот пока на примере желчного пузыря ему ассоциирована одна единственная мышца подколенная если эта мышца показывает с двух сторон слабость это говорит о возможной проблеме желчного пузыря второй момент бывает что органу ассоциировано несколько мышц например легкие дельтовидная мышца передняя зубчатая мышца вот все мышцы связанные с данным органом тоже будут попарно слабые поскольку это системная проблема легкие как система единственные по иерархии нарушений они стоят выше чем мышцы поэтому все что с ними происходит отражается на всей системе находящейся ниже по вот этой иерархии то есть соответственно на мышцах соответственно из этого мы можем сделать вывод что если у нас существует двусторонняя слабость какой-то мышцы у нас с двух сторон будет нарушена то структурная система в которую входит эта мышца а именно мышечно-фасциальная цепь то есть мы будем видеть нарушение мышц на фасциальных цепях симметричная я вам сразу скажу что это нарушение оно не проявляется в виде того что цепь будет нарушена по одному типу то есть там мышечная дисфункция и мышечная дисфункция но цепь будет нарушена и справа и слева что мы с вами делаем прямая мышца живота при двустороннем сокращении она приближает ребра к тазу ну по логике вещей что мы должны сделать мы должны приблизить ребра к тазу так ведь а что у нас в этот момент происходит включается или об соус дополнительно поэтому получается что мы должны каким-то образом убрать ее из теста каким образом мы вытягиваем ноги здесь у нас будет стабилизация и мы тестируем мышцу из позиции небольшого растяжения но при этом с тенденцией к смещению ребер в сторону таза понятно то есть нам это нужно для того чтобы убрать из теста подвздошно-поясничную начание вдвоем справиться и мы не заборем никогда в жизни и не протестируем никогда в жизни и у нас существует три основных линии которые собственно на которых по сути собран весь живот сейчас пока вы переписываете сейчас я вам включу картиночку значит это правая косая линия левая косая линия и вертикальная линия это три основных и такие как ребра жесткости в животе скажем так они же конечно не вот костным участком при фиксирован они вполне реальные не виртуальная система значит ну как они просто не по линеечке вычерчены но они тем не менее присутствуют вот она эта картинка значит вот у нас правая косая линия она идет из печеночного угла к левой подвздошной кости и соответственно левая косая линия от правого левого что у меня право слева перепуталась от селезеночного угла идет к правой подвздошной кости и соответственно вертикальная линия она идет от диафрагмы к тазовому дну значит как подойти к нарушению вот этих вот линий у нас есть два подхода один прям очень системный это подход через шаг через диагностику шага другой подход такой более детализированный более долгий но тем не менее он скажем так дает возможность понять а как сам орган себя чувствует а когда у нас происходит декомпенсация то есть когда серьезно уже нарушены клетки печени у нас пик и потом функциональная активность падает и вот в этот момент мы видим на узи так называемый жировой гипотоз понятно да то есть организм боролся 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 потом нафиг все не буду бороться то есть на самом деле это в общем то мы и психически также устроены что сначала мы там что-то пытаемся сделать потом нет но нам же надо сделать мы вот начинаем прям активно включаться в процесс нас там злит что у нас не получается там мы вот ходим бесимся бесимся все это везде так происходит совершенно неважно физический уровень биохимический уровень эмоциональный все равно законы они в общем то приблизительно одни и те же в разных формулировках что у нас является конечной точкой в тазу для вот этих начальных точек это складки кишечника то есть связка которая такая лентообразная которая выкладывается вдоль кишечника и прикрепляет его на уровне соответственно таза вот у нас соответственно эта линия придет левая косая правая косая что у нас еще есть у нас есть зоны проекции привратника и зоны проекции сфинктера одди где находится помните мы искали точку пересечения прямой мышцы живота с реберными дугами да соответственно сам привратник будет находиться здесь и место выхода общего желчного протока будет находиться вот здесь сами клапана чуть ниже то есть но привратник он ползает немножечко поэтому от этой точки мы отступаем треть а сфинктера одди тоже самое отступаем треть что у нас вот в этих точках здесь он будет находиться там же есть связки значит треугольная связка печени которая по своей линии тоже придет куда-то на часть складки в данном случае слепой кишки что у нас вот здесь будет находиться серпа начало серпа серповидная но они они там все вместе да коронарная просто она же вот так идет значит условно серповидная связка печени вот потому что она пройдет как раз вот условно к пупку и вот так вот дальше линия продолжится соответственно она придет к другой стороне уже на сигмовидную кишку вот у нас получается как бы условно говоря четыре точки понятно да и вот здесь четыре точки здесь две зоны в которых тоже много точек вот эти перекресты мы должны в первую очередь просмотреть и отработать но помимо этого у нас существует еще зоны вот вот так вот и вот так вот которые тоже могут создавать натяжение кишечник у нас допустим мы его механически поставили на место мы поработали с мышечными цепями мы запустили клапаны мы там если надо кишечник подняли что мы там еще можем сделать не знаю согласовали линии но вот кишечник там не знаю там закрутили его в нужную сторону но кишечник все равно такой но он уже привык что он не работает все вот полежите спокойно в животе и париться не будет нет так дело не пойдет есть тейпы есть методика наклеивания тейпа которая запускает или наоборот тормозит перистальтику значит как мы проверяем вообще нужно ли это тестирую прямую мышцу бедра держи ножку значит мышца работает проверяю что кишечник себя чувствует хорошо держи ножку в целом неплохо я могу спровоцировать вот так вот как бы связочный аппарат этого кишечника потрясла держи вот кстати здесь есть реакция ну вам повезло о чем это говорит что когда я сам этот кишечник трясу что-то его дергает то есть если бы он свободно в животе бы плавал ну условно говоря не было бы ограничения тканей то никакой бы реакции не было а тут есть реакция я предполагаю что это может быть фиксация тонкого кишечника к толстому кишечнику то есть на механическом уровне есть физическая такая вот зацепочка и в данном случае вот по форме живота ощущение что кишечник лежит больше справа чем слева значит кто-то его здесь держит значит по поводу гипотония у нас шаг имеет какое-то нарушение если это нарушение восстанавливается от давления на глаза значит ноги этого нарушения в вегетатике учитывая что мы понимаем как работает вегетативная система если изначально был гипотонус и шаг стал нормальный мы говорим о том что да действительно активируется вагусная система изначально она проблемная если мы видим гиперфасилитацию и реакция уходит гиперфасилитации от давления на глаза мы говорим о том что это гипер симпатика тония то есть все просто все равно проверяем глаза то есть мы этот конфликт то есть мы постоянно стимулируем вагус и постоянно замыкаем на каком-то уровне на симпатических ганглиях паравертебральных есть так называемые зеркальные нейроны это те нейроны которые понимают мимику другого человека и позу другого человека и мы таким образом понимаем вот посмотрев на человека мы понимаем что он чувствует хотя как бы мы не можем его голову залезть и там ну нереально это то есть если человек принимает какую-то позу мы на нее посмотрели включились наши зеркальные нейроны они создали временно эту позу эту мимическую маску ага так по картотеке мозг пробежался ага такая то вот эмоция значит когда мы мимическую маску на другом человеке видим мы понимаем где ну скажем так неправда со стороны этой мимической маски и у нас есть определенные вот как бы критерии определенные мимики что вот если это радость то это там как бы вверх стремятся уголки глаз что у нас там щеки поднимаются что у нас подтягивается нижняя треть лица то есть вот мы улыбаемся вот у нас радостная улыбка она это конкретное сочетание комбинации напряжения мышц если мы не видим какого-то участка у нас вот до этой полной картины как раз не хватает мы поэтому не верим что актеры вот есть хорошие есть актеры нехорошие вот если актер хороший он полностью все вот это вот выводит вот наружу у него все вот эти компоненты этой эмоции они все видны когда компонента какого-то не хватает мы это вот можем оценить Если мимическая маска выполняется полностью, то есть мы видим, да, действительно, эмоция грусти, все, прям вот такой грустный пьеро прям получился, все, вот, то есть вся мимическая маска включается, но при этом тело дезадаптировано, мы тогда тело не делаем. Понятно, да, в чем разница? То есть если куска маски нет, мы его прикрываем тело. Если маска полная, то мы просто сразу ищем вот этот ассоциированный участок, с которым дисбаланс. Понятно, да? Значит, возвращаемся к алгоритму. Создали мимическую маску, протестировали индикатор, получили снижение тонуса. При необходимости добавили ТЛ на участок, где не работают мышцы. Когда мы тейпируем рубцы, чаще всего мы будем вот таким вот крестиком, косичкой такой накладывать. Есть рубец. Мы, начиная с крайних частей шва, находим направление, которое нам необходимо. Значит, если у нас шаг нарушенный, мы делаем вытяжение, шаг не меняется, значит, мы меняем направление. Потянули вот так. Значит, первая линия будет та, которая восстанавливает шаг. Если вы тестируете через индикаторную мышцу или через ассоциированную мышцу, индикатор изначально сильный, поэтому вытяжение должно оставлять силу. Если ассоциированная мышца показывает слабость, ну, как вариант, да, то есть если она сильная, то это как независимый индикатор. Если она показывает слабость, то направление нужное, первая лента накладывается на усиление. То есть вытянули какое-то направление, оно дает, не дает усиление. Значит, это неправильное направление. Меняем направление, ищем то, которое даст усиление. Продолжение следует...